МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Ужасно рад вас видеть! Вы помните такого прекрасного мультипликационного режиссера, как Вячеслав Котеночкин? Да! Ну, конечно, именно он подарил нам наш любимый мультипликационный сериал «Ну, погоди!» Кстати, после седьмого выпуска этот сериал мог бы быть закрыт. Но зрители просто забросали и студию, и Котеночкина письма, из которых просили сериал продолжить. Сегодня у нас в этой студии будет тоже погоня. Погоня за деньгами. Вести ее будут те, кто любит и разбирается в отечественном кинематографе. Это шоу «Игра в...» «Чирок!» Ну, давайте на удачу! Свет, камера, мотор! Поехали! Сегодня в роли первого гостя София Тайк, солистка группы «Лицей». Здравствуйте, София! Я знаю, что кроме того, что вы поете и блистаете на российской эстраде, был какой-то опыт, связанный с кино, да? Был, да. Я снималась в нескольких сериалах, в одном суперизвестном фильме успешном. Это был «Самый лучший фильм 2». Я помню, я проснулась популярной. Все, больше ничего не говорите. Девушка, которая проснулась однажды популярной благодаря кино. За две минуты. За две минуты эфирного времени, экранного. София Тайк. Спасибо. В роли второго гостя. Бессменная участница группы «Лицей», а теперь еще и продюсер этой группы, Настя Бакареви! Привет! Настя, какой у тебя любимый фильм? Ну, «Любовь и голуби», я говорю. Смотрела его, ну, по-моему, раз в 253, да, я считала, 253 раза точно я его смотрела. Книга рекордов Гиннесса плачет по тебе, мне кажется. Да, 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 это как настольный фильм, то есть раз в неделю обязательно пересматривается. Для чего? Каждый раз смешно и весело. Для чего? Для чего ты пересматриваешь это? Для чего? Скажи. Не могу, не могу, без него. Настроение. Настроение, конечно, конечно, потрясающее, потрясающее кино. Анастасия Бакаревича! В роли третьего гостя Екатерина Непрук, бас-гитаристка-виртуоз и еще одна солистка группы «Лицей». Здравствуйте. 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 Клевая, скажи. Вообще. Ура. Вообще невероятная. Я знаю, что вы очень разносторонние, и если бы снимались вы в фильме, ну, например, я не знаю, «Кавказская пленница», именно про вас бы сказали, что вы спортсменка, комсомолка и еще и красавица. Обычно мы ее так и представляем на концерте, ты угадал. Да? Все, что мы не ошиблись, что мы не ошиблись. Именно так и есть. Екатерина Непрук, ей прямо бурные аплодисменты. Девушки, счастлив, что вы к нам пришли. Расскажу вам правила нашей игры. Значит, смотрите, все очень просто. Будет четыре раунда. Я буду задавать вопросы о кино, про кино и все такое прочее. В общем, все, что связано с кино. Вы должны давать правильные ответы и зарабатывать деньги. Нужно это делать очень упорно и очень, так сказать, я бы даже сказал, яростно. Потому что тот игрок, у которого будет после четвертого раунда денег меньше, покинет студию, а два оставшихся разыграют весь денежный приз. Это игра в кино, и я объявляю первый раунд. Первый раунд. Это своего рода разминка. Простые, короткие вопросы, простые, правильные ответы. Тот, кто первым нажимает кнопку, тот имеет право отвечать. В конце первого раунда вас ждет некий сюрприз, который называется «Зигзаг удачи». Что это такое, я расскажу позже. Готовы? Готовы, готовы. Цена правильного ответа – 2000 рублей. Начинаем. Фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Что хулиган Федя потребует на третье блюдо к обеду? София. Я? Да. Первое, второе и компот. А компот? Компот. Компот – абсолютно верный ответ, браво. София зарабатывает 2000 рублей. Играем дальше, девушки. Следующий вопрос. В каком фильме звучит фраза «это я удачно зашел?»? Анастасия. Ну, Иван Васильевич меняет профессию, когда Куравлев заходит. О, это я удачно зашел. Это я удачно зашел. Абсолютно правильно, 2000 раз. Три видеомагнитофона. Да, да, да. Все мы помним. Имперной камерой – три. Итак, третий вопрос. Фильм «Тритополя на Плющихе» – главная мелодрама советского кино. Какую песню искал в такси по радио герой Ефремова? София. Какая-то быстрая. Вероятно быстрая София. Нежность. Нежность. Браво! И 2000. А что ты включаешь-то, включаешь? Ищешь чего? Чего? Песню одну хочу найти. Я часто передаю. Песню? Какую же? Чудное название. Нежность. Нежность. Так и называется. Да, потрясающие песни. Замечательные. Опустела без тебя земля. Да. Ой. Ой. Мультфильм «Дед Мороз и лето». Какое лекарство от жары предложили дети Деду Морозу? Настя. Ой, успела. А вот оно какое наше лето. Лето на верхней зеленью. Лекарство. Да, лекарство мороженое. Лучшее лекарство от жары. 2000 Настя перечислите на счет. А я знаю, как помочь Дедушке Морозу увидеть лето. Надо отдать ему наше мороженое. Правильно, правильно, правильно. Поздравляю, Дедушке Морозу. Поздравляю, Дедушке Морозу. Какие хорошие, щедрые дети. Добрые, советские, нарисованные дети. Прекрасные. Д'Артаньян и три мушкетера. Какой головной убор Д'Артаньян носил до покупки шляпы? Настя. По-моему, берет был на голове. Не только шляпу носил боярский. Какое-то время Д'Артаньян носил берет. Это верный ответ. 2000. Подожди-ка, что тебе не нравится в моем берете? Берет прекрасен. Но просто мушкетеры сейчас носят вот такие шляпы с перьями. Я, пожалуй, куплю у вас эту шляпу. Настя, специально для тебя сейчас. В знак нашей с тобой многолетней дружбы. Кинофильм «Любовь и голубь». Лед, а Лед, в фу деревня. Куда жена Васи пришила карманчик для денег? Настя. Опять не я. Это любимый фильм Насте. Она не могла не среагировать. Вот сюда, к трусам. Вот куда еще раз? На трусы. Вот сюда вот к трусам. Да, да. Так что, ножовую к шлюзошью? Да я в карман положу, да и все. Куда в карман, да ты что? Ты будешь вытянуть, Вить? Знаешь, какие лавкачи есть? Не учуешь. На, одевай без всяких разговоров. Да и что? Абсолютно верно! Итак, Настя ответила правильно на последний вопрос первого раунда. И ей достается зигзаг. Удачи! Что нужно делать? На экране появляются наши знаменитые, на весь мир уже, стерео очки. Под одной линзой плюс три тысячи, а под другой минус три тысячи. Какую мы откроем, Анастасия? Зеленую или голубую? Оба любимые цвета, но давайте зеленый. Сегодня настроение зеленое. Да, сверх настроение зеленое. Нет, Соня, какую? Зеленую. Зеленую? Зеленую. Точно? Если что. Я не виновата. Если что, я не виновата. Давайте откроем зеленую. Бау! Давайте откроем голубую. Настю. Плюс три. Но Настя открыла ту линзу, где минус три. Значит, смотрите, Настя, что сейчас будет происходить? У вас со счетом волшебным образом исчезнет три тысячи. А сколько у меня там? У вас восемь тысяч. У Софии четыре тысячи. Катя пока не заработала ничего. Смотрите, деньги исчезнут, но они не могут куда-то улетучиться. Их надо будет кому-то подарить. Либо Кате, либо Софии. Мы сейчас посмотрим рекламу на телеканале МИР. А когда вернемся в студию, узнаем, кому Настя Бакареевича отдала деньги. Отвечала, 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 отвечала. И да, отвечала. Мне уходить? Ну, я считаю, было бы справедливо. Продюсер, повысь зарплату. Ой, нет. Вот это я не хочу. Это вообще не педагогично, понимаете? Зато дешево, надежно и практично. Вы смотрите телеканал МИР. Это шоу «Игра в кино». Меня зовут Сергей Белоголовцев. А сегодня у меня в гостях просто, просто какая-то красота, изящество, доброта и улыбка. Группа лицей в полном составе. Катя, Настя и София. Что было несколько минут тому назад? Настя Макаревич отвечала, 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 отвечала правильно в первом раунде и доотвечалась до правильного ответа на последний вопрос. Ей выпал зигзаг удачи. Она открыла линзу зеленую, под которой было минус 3000 рублей. Эти деньги сейчас нужно кому-то отдать. У Софии 4000, у Кати 1000 нет никаких вообще. Никаких, ни одной тысячи. В общем, я взвесила все «за» и «против», долго думала. Но уж решила, так решила. Катюха, лови. Молния! Давай! И давай, включайся! И 3000 перелетают к Кате. У Кати 3000, у Насти 5000, у Софии 4000. Интрига в нашей программе сохраняется. Мы продолжим, продолжим сражаться за деньги в программе «Игра в кино». И я объявляю раунд номер два. Правила второго раунда, девушки. Все очень просто. Сейчас вы на экране будете смотреть фрагмент из известного фильма. Длится он будет ровно 30 секунд. Если угадаете в первой трети, получите 2000 рублей. Если во второй, получите 1500 рублей. И если угадаете в последние 10 секунд, получите 1000 рублей. В конце второго раунда снова зык-зык-зык-зык. Удачи! Да! Какая удача! Кому он достанется на этот раз, узнаем уже скоро. А сейчас начинаем второй раунд. Первый фильм. Перкинс, что это? Из принцтаунской тюрьмы убежал арестант, сэр. Так можно было нажимать? София! Мне кажется, вот по картинке, по цвету коррекции... По цвету коррекции? Какие слова? Очень похоже на Шерлока Холмса. И это правильный ответ! Браво! Вот уже третий день, как его разыскивают. Выставили сторожевых на всех дорогах. Да пока все без толку. А кто же он? Полоумный Селден, который совершил убийство в Нортингхилле. Такой ни перед чем не остановится. Это вам не какой-нибудь мелкий воришка. Играем дальше. Следующий фрагмент. Что за мультфильм? Ну давайте, наугад. И может какие-нибудь веселые обезьянки или что-нибудь такое, как они назывались. Правильно, обезьянки! Давайте следующий фрагмент смотреть. Извините, господин Солдат. Извините. Ничего! Солдату штык не страшен, не до что! Булавка! Ну молодцы, портняшки! За такую работу я сыплю вас золотом! Так, ну вот смотрите, досмотрели мы фрагмент до конца. Есть какие-нибудь версии, девочки? Можно? Можно? Ну нажимайте, конечно, если есть. Версия. Старая-старая сказка? Точно! Ай, молодец! Молодец! Какие костюмы! Помни про зигзаг удачи, да? Я помню, помню. Играем дальше. Настя. Берегись автомобиля! Как определили? Вон же, Волга, Миронов, да? Да. Берегись. Исчерпывающий, правильный ответ. Две тысячи ваши. Пожалуйста, забирайте. Исчерпывающий, правильный ответ. Дальше. Так, Настя. Все? Мне уходить? Иди. Пробуй. Я думаю, что это джентльмен удачи. Когда там подошли. Что там произошло? Ну, там керосинку поджигать будем. Василий Алибабаевич и спалился. Абсолютно верно. Две тысячи уходят Насте. Деньги. Деньги там. Под половицей лежать. Абсолютно верно. Старуху, старуху держи. Абсолютно верно. Настя, вы сегодня невероятно везучая. Это был последний вопрос. Ой, нет. Вот это я не хорячу. Второго раунда. Вы снова ответили на него верно. И снова вам достается зигзаг. Удачи! Может быть, в этот раз повезет больше вам, а вашим подругам, соответственно, повезет меньше. Покажите очки. Наши стереоскопические очки. Под одной из линз плюс пять тысяч рублей. Офигеть. А под другой минус пять тысяч рублей. Ого! В прошлый раз у нас было зеленое настроение. У меня и у Насти. Мы с ней открыли вместе зеленую линзу, и там был минус. Угу. Какую откроем нынче? Ой. Ну, давай так же зеленую. Так же зеленую? Да. То есть снова хотите минус? Ну, нет, я не хочу минус. Синюю. Думаете, под зеленый теперь плюс? Думаете, мы поменяли? Думаю, нет. Может быть, и под синий. Не знаю. Давай зеленую. Зеленую? Да. Не меняем решение? Нет. Не меняем решение, открываем зеленую. И... Минус пять тысяч. Кать, ты что понимаешь, да? Я понимаю, я это рада. Давайте откроем голубую. Да, давай. Я вам пытался подсказать. Ну, плохо. Там плюс пять. Плохо? Да. А как надо было? Надо было сказать, голубую, открывай. Там десятка лежит. Так. У Кати четыре тысячи рублей. У Насти одиннадцать тысяч рублей. У Софии шесть тысяч рублей. София, в прошлый раз деньги уже отдавали не вам. Мне кажется, пора возмутиться. Ну, я считаю, было бы справедливо. Так, ну, давайте, потребуйте уже пять тысяч у подруги, у продюсера. Ну, я была бы, да, счастлива, если бы ты меня... Не сомневалась. Продюсер, повысь зарплату. Поощрила. Ну, мне кажется, надо Катюшу как-то поддержать. Это вообще не педагогично, понимаете? Зато дешево, надежно и практично. Сразу из фильма тебе. Катя. Катька. Сегодня удачи на твоей стороне. Это точно. Ну, нет, давай, Соня, отдай уже. А то вот она на меня так смотрит. Я боюсь ее. Нет, а у нее будет сколько? У нее будет много примерно... Так, стоп, 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 девчонки. Давайте, вы будете щебетать пока. Вы будете щебетать. Скажем, у нас в рюкзак удачи постоянно будет? Нет, не будет больше. Вы щебечите, мы посмотрим рекламу. Когда вернемся, узнаем, кому Настя отдаст 5000 рублей. Тоже хочется халявки. Ответ неверный. Ах, вот оно как. Катенька. Сам дурак. Уверен, не очень. Так, давайте попробуем очень нудные брачные игры. СМЕХ Вы смотрите телеканал МИР. Это шоу Игра в кино. Меня зовут Сергей Белголовцев. У меня сегодня невероятные гости. Это группа лицеев в полном составе. Катя, Настя, Соня. Что было у нас тут перед рекламой? Дело в том, что Анастасия с упорством в достойном лучшего применения. Опять правильно ответила на последний вопрос, уже на этот раз второго раунда. Опять ей достался зигзаг удачи. И она опять же вытащила сумму со знаком минус. Минус 5000 рублей. У Кати 4, у Насти 11, у Сони 6. Кому отдаем? Уравняем шансы. Я все-таки отдам 5000. Но стратегически, конечно, это правильно. Я тебя понимаю. Да, понимаю. Но тоже хочется халявки. Давайте услышим шуршание денег, которые переносятся Кате. Катька, держи. Спасибо. Соня, 6000 рублей. Настя, 6000 рублей. Катя, 9000 рублей. И у нас начинается третий раунд. Правило третьего раунда. Девушки, что же сейчас будет происходить? Будете смотреть фрагмент из какого-нибудь известного фильма. Или неизвестного, но тоже фильма. В какой-то момент фрагмент будет останавливаться. Я буду вас спрашивать, что дальше. И буду давать три варианта ответа. Отвечаете правильно. С первого раза зарабатываете 3000. Со второго – 2. И с третьего получаете 1000. В конце третьего раунда вас ждет другой сюрприз. Который в нашей передаче называется «Мэри Поппинс. До свидания». Мне не очень нравится ваша сюрприз. Не нравится вам. Это хороший, Настя, сюрприз. Хороший. Судя по названию, да. Поверьте мне, это хороший сюрприз. Давайте начнем играть. Фильм «Бриллиантовая рука». Заткнись. Как в переводе звучит фраза героя Каневского. «Сам дурак. Простите, погорячился. Непереводимый фольклор». «Уезжай. Сам дурак». Ответ неверный. Соня. «Простите, погорячился». Абсолютно правильно, Соня. Соня зарабатывает 2000. «Простите, погорячился». Играем дальше. Очень плотные результаты. Свадьба в Малиновке. Будешь у меня писарчуком. Да вы что? Артиллериста писарчуком. Ну, помощником. А у помощника много работы? Много. Не могу. Почему? Что ответит Яшка? Писать не умею, времени нет. Слаб здоровьем. Соня. Слаб здоровьем, может быть? Слаб здоровьем. Уверен. Не очень. Но все равно правильно. Да? 3000 ватт. Да. Слаб здоровьем. Помощником не могу. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу. Каким же начальником? А мне все равно. Ну, хотя бы гарнизона. Вот и все понятно. Надо пересмотреть. Все понятно. День радио. Более свежий фильм. Что это за название такое? «Североамериканский кролик за ночь». Хороший вопрос. Почему кролик за нуда? Нудный характер, нудные брачные игры, таким мама родила. Настя. Наконец-то. Ой, обожаю квартеты, всех фильмы. Это очень нудные брачные игры. Кролики очень нудно спариваются. И это абсолютно правильно. 3000 уходит Настя. Дело в том, что у этих животных очень нудные брачные игры. Самка. Что? Этого животного забирается в гнездо на ветке дерева. А в гнездо на ветке? В гнездо на ветке. Самка. Самка. Кролика. Кролика. Молодец. И тут его съедает под кустовый выкухолель или что-то такое. Именно так. Играем дальше. Мультфильм «12 месяцев». Осмелюсь почтительнейше доложить, Ваше Величество, что вы сделали три ошибки. Ты думаешь, сейчас их не будет? Как королева избавиться от ошибок? Исправит слова, заставит исправить учителя, сотрет все с доски? Настя. Ну, наверное, сотрет все с доски. И это правильный ответ. Смотрите. Вот и нет ни одной ошибки. Мои дети просто примерно так же поступают. Да? А вы так делаете, да? Да. А я так делаю. Играем дальше. Третий раунд. Человек с бульвара Капуцинов. Запомните, джентльмены. Эту страну погубит... Что погубит эту страну? Инфляция, коррупция, революция. Соня. Так, давайте попробуем коррупция. Точно! Это же сатира, конечно. Это же сатира. Понятно на что. Эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Соня, это был последний вопрос третьего раунда. Опять сюрприз. Опять сюрприз. Ну, он приятнее, чем зигзаг. Он менее волнительный. Да. Но все равно выбор сделать придется. Мэри Поппинс, до свидания. Что я вам предлагаю? У вас больше всех денег. Больше, чем у Насти, у нее 12 тысяч. И больше, чем у Кати, у нее 9 тысяч. А у вас 14 тысяч рублей. Да что вы говорите? Вот ведь как. Поделись. Предлагаю вам сейчас забрать эти деньги. Ах, вот оно как. Да, смотрите, вы забираете 14 тысяч рублей. Вы спокойно, больше не нервничайте, не ломайте свои нежные ногти об эту бездушную пластиковую кнопку. Садитесь там, вот у нас за кулисами, смотрите на экране, как ваши подруги сражаются. Попиваете какой-нибудь вкусный лимонад. Мы будем скучать. Это первый вариант. Есть другой, альтернативный выход. Можно сказать, нет, я не беру эти деньги, я остаюсь в игре и буду здесь пытаться выйти в финал и выиграть весь денежный приз. Что вы решите? Сейчас ничего не говорите. Ничего. Думайте своей прекрасной рыжеволосой головой. А мы посмотрим рекламу на телеканале МИР. И когда вернемся, узнаем, останется ли Сонин с нами. Мы несчастливы, царевны. Царевна, царевна, действительно. Да, царевна? Нет, не совсем, не совсем. Совсем нет. Хо-хо! Вы смотрите телеканал МИР. Это игра в кино. Сегодня у меня в гостях группа лицея Катя, Настя, Соня. Соня правильно ответила на последний вопрос третьего раунда до рекламы. Ей выпала опция Мэри Поппинс до свидания. Она может забрать все заработанные деньги, это 14 тысяч рублей, покинуть студию. Это первый вариант. Второй вариант, она скажет, нет, я остаюсь и останется в нашей игре. Соня, что вы выбираете? Сергей, ну, когда вы меня представляли, я сказала, что было две минуты славы, да, в моей фильме. И сейчас я понимаю, что чем больше ты находишься в экране, тем для тебя лучше славы больше. Поэтому я абсолютно со спокойной душой остаюсь и очень хочу выиграть. Очень прагматичная девушка. Соня остается в игре. Всем нам на радость. Мы продолжаем игру в кино. И я объявляю четвертый решающий перед финалом раунд. Четвертый раунд сегодня называется «Очки 1Д». 1Д, потому что у вас будет работать только один орган чувств. Слух. Вы наденьте очки, а мы будем показывать фрагменты из отечественных фильмов. Мы их будем и слышать, и видеть, а вы только слышите. То есть вам нужно по звуку, по звуковой дорожке определить, что же это за фильм. Надеваем очки. Надеваем, смотрим прямо перед собой. Значит, внимание, стоимость правильного ответа 3000 рублей. Каждый правильный ответ на вес золота. Первый фрагмент. Ничего себе. Снимаем очки. Снимаем, снимаем. Они будут? Настенька, снимайте очки. Ну, мне по музыке, мне кажется, это что-то близкое к свадьбе в Малиновке, может быть, нет? Я одеваю очки. Чтобы спрятаться. Сонь, близкого вообще ничего. Ничего, да. То есть вообще не туда совсем. Ответ неверный. А мы одеваем обратно? Соня, положите очки уже, все, вы можете уже смотреть. А, я все? Да, девочки играют без вас дальше. Пусть ослапотной России называет Вашингтон. Мы сегодня запустим. Так, снимаем очки. Настя знает. Да. Настя думает, что знает. Да, я думаю, что это Москва слезам не верит, когда они смотрят огонек. Великолепный ответ. 3000 ваше, Настя. В стиле лапоть свыше пяти тонн. Надеваем очки. Слушаем и смотрим. Дружно трудится народ. Время движется вперед. Час за часом, день за днем, за годом год. Хорошо на свете жить. Нет причины, чтоб тужить. Только всем нам очень надо, очень надо дорожить. Временем, временем, драгоценным временем. Надо каждую минуту и нам с тобою дорожить. Настя. Так, что-то очень знакомое. Свадьба в Малиновке. Нет? Нет, не совсем, не совсем. Совсем нет. Ответ неверный. Так, Катя, нажимайте кнопку. Может, я нажму? Да, вот пусть. Соня, давайте. Соня, ну. Ну, если... Да. Нет, была мысль. Катя. Сказка о потерянном времени. Еще раз, подождите, скажите. Еще раз. Сказка о потерянном времени. Неуверенно произносит Катя, но это правильный ответ. Одеваем очки. Не подсматриваем. Слушаем. Да чего же. Так. Мы несчастливы, царевны. Это мультик, летучий корабль. Да, 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 да. А кто поет эту песенку? Кто поет? Царевна. Царевна, действительно. Да, царевна. Мы несчастные, царевны. Нам законом запрещается любить. В царских семьях уж таков порядок древний. По расчету надо замуж выходить. А я не хочу, не хочу по расчету. А я полюбви, полюбви хочу. Смогу, смогу, смогу. Прекрасный. Прекрасный танец. Прекрасные девушки. Но в финал выйдут только две. Надевайте очки, пожалуйста. Так, снимаем очки. Настя что-то прям бросилась. Бросилась вперед со страшной скоростью. Так, ну это они танцуют твист, балбес. Да, только в каком фильме это точно было. Кавказская пленница. Да, Кавказская пленница. Надо взять на вооружение. Наденем очки и послушаем еще один фрагмент. А мы еще и посмотрим, в отличие от вас. Итак. Я? Нет. Нет. Снимаем очки. Снимаем очки. Соня. Я? Все хорошо. Соня. Успела. Успела Настя. Ну, по-моему, это карнавал, мне кажется. Потрясающе. Соломатина, иди сюда. Возьмите ее, возьмите ее. Возьмите ее. Поднимите ее. Это был последний вопрос четвертого раунда. Итак, внимание. Результаты после четырех раундов. Катя, 12 тысяч рублей. Настя, 24 тысячи рублей. Соня, 14 тысяч рублей. Таким образом, в финал выходят Настя и Соня. Катя, такой вопрос может быть провокационный. За кого будете болеть в финале? За солистку или за продюсера? Провокатор какой. Я буду за двоих болеть. Ты же видишь, какие мы дружные. Да, да. Прям не просунешь ладонь между вами. Такие дружные. Так и есть. Катюш, не просто мы вас так отпускаем. У нас есть подарки для вас. Да. Вот, смотрите. Два билета приглашения от сети кинотеатров «Люксор». Смотрите любимые фильмы в кинотеатрах «Люксор» и играйте в кино вместе с нами. Всего доброго, Катюша. Смотрите наше кино. Пока. Итак, у нас впереди решающий, решающий момент нашей игры. В финале Анастасия и София. Финал прямо сейчас. Это очень интересно. Что же представляет из себя финал? Сейчас на экране я вам покажу нарезку из 16 известных отечественных фильмов. Их нужно запомнить, а потом по очереди называть. Проигрывает тот, кто не может вспомнить очередной фильм, а его соперник, соответственно, выигрывает. У Насти есть бонус, потому что она заработала денег больше. Наконец-то. Да, вот, все, за все ваши страдания, Настя, вам возвращается. Значит, вы, во-первых, первые будете называть фильмы, а второй бонус, он гораздо более важный. В тот момент, когда вы не сможете вспомнить очередную кинокартину, вы можете пропустить ход, и Соня будет называть два фильма подряд. Итак, сейчас мы будем смотреть фильмы на тему «Общественный транспорт». Их будет 16. Внимание на экран. Поехали. Юрий Иванович, вход в троллейбус с другой стороны. Граждане, пропустите нас вперед. У него в руках картина из музея, а это народное достояние. Осторожно. Передайте, пожалуйста, на билеты. Проездной. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Я в обычном грузчиком работал зарплату, пузырьками получил. А сын-то просто вылитый. Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов. А ты вообще что, очень умный, да? Очень. Ах, так ты умный. Не зарастет на сердце рана. Прольется чистыми слезами. Я кому сказал, на выход свящаяния. А ты глупый ты, а? Товарищ водитель, остановите, пожалуйста, машину. Товарищ водитель, не останавливайте. Только бабуля, бегом. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. А, Настя, начинайте. Ну, и начну с последнего бриллиантовая рука. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. Москва слезам не верит. Да. Только бабуля, бегом. Джентльмены, удачи. Да. Проездной. А я иду шагов по Москве. Правильно. А ты вообще что, очень умный, да? Очень. Ах, так ты умный. Осенний марафон. Точно. Товарищ водитель, остановите, пожалуйста, машину. Товарищ водитель, не останавливайте. Этот, карнавал. Карнавал. А сын-то просто вылитый. Операция И. Была там. Была. Федя. Правильно, операция И. Правильно. Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов. Так. Операция И. Ширли-мырли. Ширли-мырли, конечно. Игорь Угольников пытался залезть в окно. Да, да. Я кому сказал, на выход свещание. Подохнул бы ты. А? Да, берегись автомобиля. Точно. Юрий Иванович, вход в троллейку с другой стороны. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я прям... Все нормально, нормально. Дадите мне чуть-чуть. Не торопим. Господи. Ну, какой фильм? С легким паром. Ирония судьбы или с легким паром. Ирония судьбы. Да, правильно, Соня, молодец. Не зарастет на сердце рано. Прольется чистыми слезами. Служебный роман. Я сказала уже. Нет, ты не говорила. Я говорила. Так, спокойно. Служебный роман. Еще не звучало. Название Настя. Правильный ответ. Я живу только на зарплату. То есть от получки до получки. Вот это да. Я уверена. А Соня копила служебный роман. Вот я помню еще с Гундаревой фильм. Я же сказала. А, ты сказала. Сейчас, Соня, вот сейчас начну считать обратный отчет. Ну, давайте, ладно, уже посчитайте. Нет, 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 это вам поможет. Вы сейчас соберетесь, поверьте. Пять. Четыре. Три. Два. Две секунды. Соня. Ну. Одна секунда. Соня, ну. Что-нибудь. Все, Соня, время вышло. Соня, к сожалению, проигрывает в финале для ее болельщиков. А Настя к радости для ее фанатов. Выигрывает. Ну что, девчонки, мы хотим узнать, какие фильмы вы забыли? Я помню «Старики и разбойники» и «Большая перемена». Граждане, пропустите нас вперед, товарищи. У него в руках картина из музея, а это народное достояние. Осторожно. Передайте, пожалуйста, на билет. Прекрасно. Ну, мне кажется, чистая победа. Чистая. Конечно, конечно. И что-то еще. И что-то там еще было. Давайте увидим. Один только я не узнала фильм. Я в обычном грузчике. А это влюблен по собственному желанию, да. Правильно, Настенька, да. А вот это? А где находится на филет? Ну что же? Ну что же, Соня, Соня. И вот сейчас, смотрите, этот фильм называется «Приключения желтого чемодана». Соня. Можно я скажу пару слов? Конечно, и пару, и тройку даже. Абсолютно заслуженная победа Анастасии, да. Спасибо, Сей. Участие в этой передаче, конечно, очень понравилось. Очень захотелось пересмотреть какие-то фильмы. Я, пожалуй, на «Любовь и голуби» посмотрю. Да, а это ведь для вас редкое дело. Соня, с удовольствием вам вручаю два билета приглашения от нашего партнера сети кинотеатров «Люксо». Провожаем Соню с самыми бурными аплодисментами. Соня! Спасибо. Настя Макаревич победила сегодня в нашей программе. Спасибо. Замечательная программа у вас. И заработала ровно 50 тысяч рублей. Неплохо. Ну, прям молодец, 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 молодец. Сегодня у нас победила очаровательная девушка. Она победила не потому, что она красивая, а потому, что любит и знает отечественное кино. Берите с нее пример. Смотрите наше отечественное кино. Сергей Белоголовцев, Настя Макаревич, мы вам говорим счастливо. Смотрите кино, любите кино, играйте в кино вместе с нами на телеканале «Мир». Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok